Новый учебный год уже на пороге, а это значит, что в школах и детских садах царит атмосфера предвкушения, волнения и активной подготовки. В учебных заведениях Кашхабльского района проходят ремонтные работы, чтобы к 1 сентября ученики и воспитанники вернулись в обновленные, комфортные и уютные учреждения. Подготовительные работы в школе поселка Майский начались после лагерной смены. В рамках работ, которые проводятся по всей школе, была проведена покраска всех кабинетов, а также модернизирован пищеблок. Ремонт мы начали сразу после завершения лагерной смены, но перед этим, конечно, мы все оборудование, которое есть, перевели к более или менее рабочему виду, то есть, что я имею в виду, подтянули гайки, отремонтировали стулья. Это было сделано еще в течение учебного года. Затем закупили краску, мы получили помощь со стороны района для осуществления вот этого ремонта. В течение каждой недели планировали что делать и таким образом на сегодняшний день я могу сказать, что практически все уже сделано. Осталось вот намастичить школу, но это мы обычно делаем где-то в середине августа, чтобы мастека впиталась и дети уже, соответственно, пришли в школу по блестящему полу. По пищеблоку могу сказать, что мы установили дополнительную раковину при входе в помещение. Там у нас есть горячая, холодная вода, подается она внизу у нас стоит в подвале бак, и вот из этого бака поступает вода и горячая, и холодная на эти раковины. Затем мы получили также благодаря помощи района новый стол для разделывания рыбы и мяса. И в течение года нам были приобретены мармитные плиты для приготовления пищи. Мы стараемся поддерживать вот такой порядок, какой есть и в течение года. В школе питание получает 113 детей, в том числе 5 родителей участников СВО, а также дети из малоимущих и многодетных семей. Обновленный пищеблок станет гарантией качественного и полноценного питания для всех учеников. С 1 сентября школа готова принять 23 первоклассника. Коллектив, состоящий из 45 человек, в том числе 25 учителей, с нетерпением ждет начала учебного года. Особую роль в подготовке к новому учебному году играют технические работники, которых в школе 12 человек. Именно они вложили много сил и труда в реализацию всех работ, создавая комфортную и безопасную среду для учебы и работы. В детском саду «Улыбка» ремонтные работы коснулись шести групп – музыкального зала, физкультурного зала и кухонного помещения. Благодаря усилиям сотрудников образовательное учреждение становится еще более привлекательным для малышей. В процессе проведения ремонтных работ в детском саду все аспекты безопасности находятся под пристальным вниманием. Школа номер 5 в Кашхабльском районе также готовится к новому учебному году. Несмотря на то, что ремонтные работы в школе начались немного позже, чем в других образовательных учреждениях района, из-за того, что школа стала пунктом сдачи государственных экзаменов, они практически завершены. В основном в этом году по ремонту нам хорошо помогали родители, нам помогали, потому что каждый классный руководитель с помощью родителей, сами родители приходили, сами они здесь им помогали, покрасили, полы покрасились, шкафы покрасили. Ну и, конечно же, большую помощь нам оказала эта администрация. Заур Аскарбевич, спасибо ему огромное. Почему? Потому что в этом году мы очень... Тяжело было в прошлом году, потому что постоянно ломался водонагреватель, мы его ремонтировали миллион раз, но он давно у нас уже находится, лет 15 она уже стоит. Вот, и в этом году они нам купили новый водонагреватель, вот сейчас устанавливают. Дальше ванночки купили для того, чтобы мыть посуду. Новые ванночки мы будем ставить вот сейчас тоже. Также они нам купили хороший разделочный стол, вот, для разделки рыбы и мяса. Это по столовым, если смотреть. Дальше они также большое спасибо огромное и администрации района, и управлению образованием. Выделили деньги на краску, на водоэмульсионку мы тоже купили. Ну и силами этих персонала, конечно, все это мы сделали. Директор школы Мариат Микулова выражает огромную благодарность заместителю директора по административно-техническим делам Абидову Мухаммеду и всему техническому персоналу за проделанную работу. Особая благодарность выражается родителям, которые принимали активное участие в проводимых мероприятиях. С нового учебного года образовательное учреждение готово принять 25 первоклассников, а в общей сложности в школе обучается 330 детей. Первоклассников мы планируем около 25 человек. В 10-м классе у нас очень много детей осталось, потому что у нас было в 9-м два класса. У нас обычно с 9-го класса к 10-й класс переходят только мало детей, один класс у нас обычно бывает. Но в этом году у нас два класса. И получилось там достаточно большое количество детей у нас. Практически многие вернулись, они не захотели никуда поступать, они вернулись обратно в школу. Мы сказали, мы будем учиться в 10-м классе. Так что у нас в этом году где-то 330 детей у нас ожидается. С 1 августа к ремонтным работам приступили и в детском саду Дахабен. Здесь обновляются групповые комнаты, игровые зоны, спальни и детские площадки. Для 120 воспитанников сад станет более функциональным и безопасным. Работы осуществляются силами сотрудников и родителей, проявивших инициативу. Подобные мероприятия проводятся и в Псенедах. Он встретит новый учебный год в обновленном фасаде с яркими детскими площадками и уютными групповыми комнатами. Для 43 воспитанников садика помещения и площадки станут более комфортными и уютными. Благодаря выделенным средствам администрации района, школы и детские сады Кашхабльского района готовы встречать своих учеников в комфортной и безопасной обстановке.